О перспективах развития здравоохранения в городском округе Красногорск шла речь в КГБ номер один. В рамках круглого стола главврачей больниц, депутаты, представители администрации и общественной палаты говорили о медицине. Сегодня в муниципалитете пять медучреждений, строятся еще два. В Изумрудных холмах и Путилково проектируется пристройка к детской поликлиники в Нахабине. Это ответная реакция на рост населения в городском округе, в том числе детского. Она растет не только в педиатрической службе, но и в детской стоматологической службе. Мы разработали поэтапный план, он уже реализуется при поддержке администрации городского округа Красногорск. Сейчас идет первый этап, это полное обследование всех детей, которые мы приходим в образовательные учреждения. Второй этап, это в этом году с сентября мы начнем пятилетний проект профилактики детских стоматологических заболеваний. Мы нашли и спонсоров, которые нам будут в этом деле помогать, то есть будут оснащать новыми профилактическими средствами, и мы придем с ними в школу. В больницах и поликлиниках ждут специалистов. Невозможность записаться к врачу – главная сегодняшняя проблема в Московской области, уточнила депутат Галина Уткина. Доплата за найм жилья, выделение квартир для врачей, программа поддержки медицинских работников в Красногорске уже работает, но разница в зарплатах в сравнении со столицей берет свое. С Москвой Красногорск делят не только врачей, но и пациентов. В поликлинике Павшинской поймы, например, обслуживается не 30 тысяч прикрепленных к ней жителей, а 75 тысяч. Это не та цифра, собственно, на которую мы рассчитывали, честно говоря, переезжая в Павшинскую пойму. А прикрепленного населения в данной ситуации, Москва Владимирович нам помогал очень здорово, я вам очень признателен. Мы за последнее время с вами прикрепили еще 5 тысяч человек с вашей помощью. Население оказалось прикрепленного 12 тысяч на сегодняшний день детского и в районе 18 тысяч взрослых. Всего и 70 тысяч. Остальные 50 тысяч у нас каким-то образом куда-то. На поликлинике сегодня рассчитывает скорая помощь. Часть неотложных вызовов передают врачам. Всего за прошлый год областная станция, которая работает в Красногорске, выезжала на два с лишним миллиона вызовов. Из них только половина экстренные. И наше население, наши пациенты не всегда понимают, как сориентироваться вот в той жизни нашей, какая сейчас есть. Потому что, когда мы говорим, что экстренный вызов – это 20 минут, а неотложная помощь – это там, значит, полтора часа и там в течение дня, когда на вызов должны приехать. Пациенты этого не понимают. У них температура поднялась, для них это уже экстренно. И поэтому мы должны это более широко всем объяснять, в том числе используя, в общем-то, и наши общественные организации. Одна из перспектив здравоохранения – детская областная больница, которая будет построена к 2022 году в Красногорске. По словам замглавы Игоря Тельбухова, администрация уже сейчас ведет переговоры с медучилищем о подготовке кадров конкретно для этого учреждения.